Всем привет! Меня зовут Анна Камышкова, я преподаватель Мининского университета и автор телеграм-канала «Русский для мозга». Сегодня очередной, десятый выпуск нашего проекта в Мининском университете «Русский для мозга». Расскажу 7 интересных фактов о древнерусском языке. Факт 1. Никто доподлинно не знает и не может узнать, как звучал язык Древней Руси, просто потому что в Средневековье не было средств звукозаписи. А то, что мы находим в памятниках письменности, далеко не повторяет то, что на самом деле звучало на улицах древнерусских городов. Факт 2. Древнерусский язык никогда не был единым. Он звучал очень по-разному в разных древнерусских городах на разных древнерусских землях. Однако, что вот точно мы знаем, это то, что древнерусский язык был окующий, и поэтому вполне наверняка наши предки произносили «говорю», «почитаю» или «рукою». Факт 3. Фонетика древнерусского языка включала больше гласных звуков, чем современный русский язык. И в состав этих гласных входили, например, такие сверхкраткие, как «э» или «э», а еще интересный звук средний между «и» и «э», который долгое время обозначался специальной буквой «ядь», кстати, упраздненной только в начале 20 века. Факт 4. Древнерусский язык испытал очень сильное влияние церковнославянского языка. Настолько сильное, что некоторые церковнославянские слова вытеснили древнерусские исконные и вообще стерли память о них. Такими словами, например, является «власть», «облако» или «время». Факт 5. Грамотость в древнерусских городах была очень развита. Археологические раскопки показывают, что писать и читать умели не только мужчины, но также женщины и даже маленькие дети. Факт 6. В древнерусских книгах мы не найдем пробелов между словами и привычных знаков припинания. Зато числа обозначаются буквами, а также используется сложная, непонятная нам сейчас система сокращений. Ну и, наконец, факт 7. Касается сложной древнерусской грамматики. У древнерусского глагола была почти такая же разветвленная система времен, как в современном английском. Например, одних только прошедших было четыре формы. Если бы мы сейчас оказались с вами в древнерусском городе в веке так XI или XII, скорее всего, мало бы что поняли из уст наших предков. Скорее всего, древнерусский напоминал бы нам какой-нибудь иностранный, но при этом славянский язык. Но, тем не менее, только изучая и зная древнерусский, мы можем объяснить некоторые странные вещи в современном русском языке. Например, почему мы говорим разбираться в лесе, но при этом гулять в лесу. Или нет сапог, но нет носков. А также почему жиши всегда пишется с буквой И. Друзья, изучайте русский язык. Он хранит много секретов и может подарить много новых открытий.